для нашего канала падет для хабара привет с вами сегодня я и замечательная девушка физик девушка которая порвала все шаблоны представления о том что чем занимаешься чем бы ты хотела заниматься вообще все что угодно ну сейчас я учусь в коисте в университете в корее в городе джонни и после физики я решила немного заняться компьютер сайенс потому что это сейчас ну всем интересно и в моем вузе тоже очень хорошо преподают вот чем бы я хотела заниматься в будущем это наверное компьютер сайенс и биология в идеале вот но если не получится это будет просто компьютер сайенс компьютер сайенс для простых людей это программирование да программирование сейчас сразу убил от рима их вопроса переходим к четвертым вопрос давай начнем так мне очень хотелось бы узнать именно не о том что говорил артур как поступил не все это на олимпиадном опыте то что ребята это очень круто очень сложно требует большой подготовки очень на олимпиаду ну олимпиада это очень классное ощущение когда ты к ней готовишься когда ты вот пишешь тур волнуешься узнаешь эти результаты ждешь тренера пока он скажет тебе сколько у тебя баллов потом выходишь на награждение с флагом казахстана это вообще очень классное ощущение вот и готовиться конечно сложно заставлять себя научить уроки одновременно еще физику смотреть читать ходить на там занятия дополнительные но когда есть там цели когда ты хочешь вот этого когда ты видишь других людей которые побеждают тоже которые тебя побеждают это вообще тоже мотивирует поэтому всем советую это классное чувство невероятно воодушевляющее такой вопрос сталкивается когда-нибудь с предупреждением на олимпиадах если ты хочешь об этом говорить или с тобой было ну честно говоря я не помню чтобы мне прям открыто говорили что там ты девушка зачем тебе заниматься этим ну всегда большинство участников это как бы мальчики и например даже на межнаре из 300 участников наверное 10 будет девочек скорее 10 ну максимум 15 20 если очень повезет вот и это немного давит когда как бы хочешь с кем-то пообщаться поближе а мальчики как-то не сильно идут на контакт вот но в целом как бы у меня были хорошие друзья которые участвовали со мной вместе на межнаре поэтому не помню что было прям так сложно в этом плане международная международная интернационал физикс компетишен да да а где писала в португалии в лис в лиссабоне да не понятно где это кажется европа да да хотел узнать было ли у тебя такое что не так не так вопрос 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 такой что ты не знаю там тратила весом и ночи на подготовке к олимпиадам решал олимпиадные задачи где-то там не знаю да 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 были много в принципе я сначала ходила в школу пифагор если знаете вот там был тренер голымбек ташев вот он был первым учителем который наверное больше всего мотивировал вот потом я ходила в казгу для подготовки это школа организовывая эти занятия вот и там был тренером оскар давлетов он является профессором в казгу и вроде декан какого-то факультета физического нет он физтеха да да оскар ирбуланович вот спасибо ему так ладно это очень интересно давайте поближе обсудим тему которая интересна больше всего голоса за кадром расскажи немного о своем университете почему ты выбрала именно него именно его и варианты ты еще рассматривал в моем университете главный плюс это то что он покрывает всю стоимость обучения и еще выделяет стипендию вот и мне кажется это была основная причина по которым я его выбрала ну помимо того что он занимает там сороковое место вроде в курс ранкин и также там обучается очень много студентов из казахстана и мне кажется это уже большой плюс вот я выбирала из в основном азиатских вузов но я подавала в америку вот но там не топовые вузы не предоставляют до таких хороших условий вот да 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 это это сложно когда нет спонсоров да нет денег вот я получать поступила еще в гонконг в очки уст по-моему в нью-йоркский университет в абу-даби вот но в общем казнь оказался лучше в плане условий ты просто могу сказать что ты поступил университет я бы уже просто не знаю сразу бы офигел но это невероятно но все что сказала это просто невероятно очень круто и конечно проблема чтобы найти университет который тебя полностью прокомментирует это большая проблема да каждая вторая с ней сталкиваться за ли ты какие-нибудь экзамены для поступления или да я сдавала альтс и сайт сабжект вот результаты у меня было 800 по физике и 800 по математике то есть фулл да и по альтсу и семерка неплохо очень даже хорошо а сети которые полезные ты не сдавала нет я не сдавала потому что он не требовался для поступления вот в коэст и во многие университеты куда я подавала и получается а все экзамены очень тоже дорогие поэтому зачем лишний раз было сдавать экзамен который тоже стоит дорого давай немного углубимся в эту тему как ты готовилась к экзаменам хотела ли ты находить дополнительные курсы или самопально готовилась ко всему вот самопально готовилась да я практически никуда не ходила я бы пробовала пойти на курсы в школе по-английскому вот на этом походила два-три дня ну в целом да мне просто так удобнее готовится я привыкла после олимпиад вот и ну если удобно и принципе получается то почему нет а можно сказать сколько примерно времени потратила на подготовку и как тяжело все было я потратила на айлдс где-то месяц или полтора она сайт ну где-то недели две может быть но как я понимаю это две недели супер интенсивной подготовки да не нет это было ну просто лично мне проще готовиться к математике и физике потому что в принципе уже есть база да просто нужно было посмотреть формат экзамена какие могут быть вопросы там как оцениваются и то есть ничего такого то есть да еще тогда получается была школа нужно было школе не уроки и немного до ходить на них вот поэтому они не так уж много готовилась к сету вот азу подольше потому что английский хромал вообще вот такое мнение я думаю что наверное что чтобы понять специфику теста к нему хорошо подготовиться нужно решать очень много практик тестов не именно читать какие-нибудь там учебники ввлекать в теорию а просто решать очень много практики как ты на это смотришь правда ли это отчасти правда потому что вот именно сет он же направлен на то чтобы ты за короткое время очень много задач решил там 75 вопросов за час там вроде и получается ты в любом случае должен набить руку на решение этих задач чтобы не эти быстро без ошибок получались поэтому чем больше ты решишь практик тестов тем лучше будет вот но мне кажется не обязательно слишком много их решать чтобы понять специфику а когда у тебя есть в принципе знание ты немного порешал тесты все получится мне кажется я вернусь когда ты сдавалась в одиннадцатом классе в октябре по-моему в прошлом году поза прошлом году а просто я думаю может мы совместе сдаваем а я просто в прошлом году вот и на год раньше получается на год старше вот ты говорила ты советовал светуешь ребятам на конечно в школе ходить на ребят как бы ты посоветовал именно это начать да то есть это звучит как просто прыгнуть в холодную воду да это что-то невероятное прыгнуть выше головы с чего бы ты посоветовал начать наверное сначала с выбора предмета который тебе больше всего нравится вот ну дальше процесс вообще отбора на международную олимпиаду он начинается с районной потом городская олимпиада потом республиканская и так далее и вот попробовать себя хотя бы вот в районной городской олимпиаде вот дальше как получится мне кажется нет ничего сложного по по наступлению каждого этапа ты потом понимаешь свои силы не знаю но каждый новый этап но он ощущается по-другому да 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 вот в этом и прикол мне кажется интересно хочешь это сейчас нет пока не хожу вот и мне кажется олимпиады они были хороши в школе а сейчас нужно да сейчас нужно уже заниматься другим делом если тебе возможность там быть и предлагали есть олимпиада по программированию icm вроде называется очень круто вот но туда отбор большой у меня пока нет такого опыта в программировании но мои знакомые участвуют участвовали в этом году и занималась ну как на уроке ходила вот более-менее что-то писала коды из-под палки вот насчет школы хорошо напомнила как на тебе повлияла твоя школа вообще какие школы ты ходила что ты думаешь о современном школе образовании как оно на тебе повлияло я получается училась в трех школах и наверное больше всего повлияло это вторая 165 лицея если знаете слышали вот это вообще очень хороший жизненный опыт жестокий шучу ну просто в этой школе не просто было учиться там очень большая нагрузка была вот и но в то же время это не знаю помогает как-то собраться это получается потом из то что это перевелась в арфомаша да да то есть в арфомаша было более не знаю свободный график давали свободное посещение побольше вот но в целом обе школы очень хорошие но это не просто хорошая школа это школа который знает каждый там первый вопрос расскажи про свою личную жизнь есть ли у тебя вообще свободное время просто в моем представлении представлении многих людей топовых студентов топовых университетов это люди которые там 24 на 7 занимаются чем-то во время олимпиад был такой период когда я прям слишком много занималась и практически не гуляла но это было короткое время вот именно перед олимпиадами а так в целом я не могу так много заниматься беспрерывно я просто не знаю немного не усидчивый человек просто по себе вот и мне сложно концентрироваться на долгое время вот поэтому в университете сейчас я ну по сравнению с олимпиадным временем вообще мало занимаюсь все все новое просто в университете все интересно не знаю вступила в клуб по танцам вот не знаю стараюсь как-то общаться с людьми больше скажи про студенческую жизнь то есть чем отличается то что ты ожидала получить университета то что ты собственно получила и какие есть помимо того основного да мейджор там тем что обычно занимаемся устойчивость кроме этого по поводу ожиданий в принципе все было так практически я ожидала потому что мне очень подробно рассказывали друзья что меня ждет вот ну как ожидалось учеба была сложная вот и из этого в начале я снова как в олимпиадное время начала учиться слишком много вот потом поняла что это университет надо немного поменять приоритеты вот поэтому и не знаю записал записалась и в клуб туда кстати был тоже отбор и это было так интересно как будто снова на олимпиаде вот но в другой сфере тоже прикольно было вот пошла на не не знаю там йогу всякие такие занятия не знаю организовываю мероприятия помогаю вот университетские в принципе жизнь интересная много всяких мероприятий проводится получается много активность да помимо чем ты принимаешь в университете очень круто скажи как ты организовываешь все время можешь ли ты назвать себе эффективным человеком есть ли у тебя какие-то жесткие графики которым ты следуешь там не знаю никогда не опаздываешь и что такое я бы не сказала что я эффективный человек но перед экзаменами я становлюсь очень эффективным человеком вот но когда я вот смотрю на людей которые действительно эффективные я вижу что они очень мало отвлекаются на всякие посмотреть youtube посидеть в инстаграме и вот хотелось бы также тоже уметь себя не знаю поставить себе в какие-то рамки жесткие но иногда куда надо я делаю что-то ну не прям супер мега но вот как-то получше свое время распределять да а вопрос вопрос который интересует наверно только меня собираешься ли ты вступать в магистратуру после того чтобы закончить университет сложный очень вопрос да ну в принципе из-за этого вопроса я решала свой менеджер то есть у меня по идее менеджер это электрикал инжиниринг и майнер это компьютер сайенс вот но для электрикал инжиниринг желательно пойти в магистратуру вот а для компьютер сайенс в принципе не обязательно вот и ну это прога да это прога вот ну посмотрим в принципе можно пойти а можешь вкратце объяснить чем отличается мейджер от майнера в чем вообще система вот эта вот система получается с нашего года ввели такое не знаю новшество как у тебя должен быть помимо твоего мейджера еще и какая-то вторая специальность вот либо ты должен сделать двойную специальность либо получается advanced major это как бы усложненная версия то есть у тебя не может быть одной специальности вот и получается по основной специальности ты идешь как бы закрываешь определенное количество курсов вот и по второй специальности у тебя в два раза меньше получается курсов но тоже их нужно закрыть а вот double major я слышал что такое это получается когда у тебя две две специальности абсолютно разные что угодно может быть да по идее что угодно а то университет предлагает какие-то именно какие-то узкие предметы то есть в одной специализации то есть это чисто технический вуз или там куча разных специальностей да это чисто технический вуз да да у меня был вопрос про физику но ты кажется очень увлекаешься или ты увлекаешься физиками ну сейчас я получается иногда являюсь жюри на олимпиадах по физике вот недавно была областная олимпиада я там была жюри то есть ты проверяешь работы да это тоже интересно посмотреть с обратной стороны на то как я выглядела вот мне еще как тематику чрезвычайно интересно узнать что творится в голове человека когда он решает задачи по физике как ты себе представляешь вот ты видишь задачу как ты приступаешь к решению в общем иногда я слышу в голове голос оскара ирвановича он часто мне говорит каухар это же тупой подход каухар напиши сначала формулы базовые пожалуйста вот у меня просто привычка что-то накидать быстро быстро нарешать ну так потом а ну в принципе нормально если что-то потом подправить а у него должен быть такой нормальный подход когда ты решаешь получается исходя из базовых основных формул потом выводишь к частному случаю вот и вот его голос иногда меня останавливает от того чтобы мой тупой подход применять а про что бы ты так пришла теорию или практику то есть послушать лекцию или большая себе задача практика в плане решения задач да а ну тогда решение задач я подумала практика в смысле этот эксперимент поделать руками практика вообще во всем то есть эксперимент должен поделать вот эксперимент делать у меня не получалось никогда нормально а решать задачи это да а то есть я правильно понимаю что олимпиады по физике я никогда в жизни никогда в жизни состоит из двух туров да первое это решать задачи второе это какой-то эксперимент да 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 а можешь рассказать что за эксперименты такие в чем состоит их суть эксперименты очень интересные были на международных олимпиадах там ну не совсем но как бы посмотреть не знаю через оптику там строение материала вывести какие-то формулы не знаю еще вот когда ты эти все инструменты первый раз видишь никогда их то этого не трогал и начинаешь там что-то сам собирать прикольно интересно то есть между этим решением задач и лабораторная работа ты бы выбрала лабораторную работу нет я бы выбрала решение задач потому что это легче вот какую область физики ты любишь больше всего я человек который ничего не знает в физике я больше всего люблю не знаю термодинамику просто потому что я помню какие-то формулы я понимаю термодинамика она мне кажется такая формула выучив в принципе можно решить мне нравилось электричество электродинамика имеешь ввиду типа которая у равно и умножить сначала на р или 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 что-то или что-то покруче типа электромагнетизм электромагнетизм есть такая шутка у физиков не знаешь закон ома сиди дома я знаю я не понял хотела бы ты заниматься фундаментальной наукой в смысле там писать статьи какие-нибудь или ты уже с физикой все да наверное с физикой все да сейчас интереснее что-то поделать ну писать там коды не знаю сайты может такие а кем ты видишь себя в далеком будущем там через десять лет что ты хочешь делать вообще к чему стремится твоя душа наверное к тому чтобы делать то что мне нравится вот не важно что это будет то есть ты не знаешь чем ты захочешь заниматься в ближайшее время то есть то есть у тебя нет такого что ты взяла что-то и хочешь этим всю жизнь заниматься ты хочешь это заниматься разными вещами ну просто наверное сейчас я еще не нашла себя до конца вот вот но если найду то хочу заниматься этим долго а я правильно понимаю что эта вот система образования западная ну я корейским если тоже считаю западным это то что первые там два курса ты можешь туда-сюда бегать выбирать все что тебе хочется делать а потом уже конкретно этим занимаешься да и не только первые два курса ты можешь хоть на четвертом курсе поменять свой мейджор вроде бы вот главное закройте курсы которые нужны для этой специальности вот это удобно в плане того что ну взял не понравилось пошел что-то другое посмотрю то есть может быть такая ситуация что ты четыре года выбираешь и только в конце четвертого года что с чем ты определяешься ну было такое что один человек изменил на третьем курсе свою специальность но тогда ты не успеваешь просто физически закрыть все эти курсы и люди остаются на пятый год на шестой иногда вот но это уже за свой счет поэтому лучше так не делать у вас четыре года четыре года оплачиваем обучение а остальное ты уже сам а что случится если успел если успел да то пожалуйста а сколько стоит обучение недорого по-моему одиннадцать тысяч долларов или двенадцать вот да ну относительно американских вузов это очень недорого просто интересно мало да я помню просто какие цены у американцев да а ты подожди в какие американские в курсы поступила ты кажется не рассказывала просто честно говоря даже не помню много куда подавала вот я помню нью-йоркский и что-то посмотри нью-йоркский нью-йоркский который филиал Абу-Даби вот по-моему там была возможность как бы выбирать филиал можно нью-йоркский в Нью-Йорке можно можно а а а а а а а а а оригинальное что-то из себя рождать вот а а так а ну да там много всяких степов очень непонятно да но в целом у меня просто были знакомые которые со мной вместе мы короче сидели заполняли да я тоже так думал да ты гораздо лучше чем одному сидеть скажи вот вот вопрос который интересует тоже лично меня это это ты все заранее сделала или ты в самый последний момент начала все сделать а а ну common application я заранее начала заполнять еще получается летом а вот в каст я подавала в последний момент там еще нужно было по почте отправлять вроде бы там нельзя было онлайн и вот в последний момент мы отправляли по почте а а можно сказать про свою common application если хочешь конечно personal statement в этом common application если вспомнить еще что я там писала в основном про олимпиады конечно нужно было сделать упор на это мне посоветовал учитель все-таки взять тему что типа девушка в олимпиадах вот, как бы, про это написать, ну, это выгодно, как бы, вот, и я вроде старалась эту тему раскрыть, хоть я и не считала, как бы, это настолько сложным и важным, но вот по свету учителя вот, написала примерно в этой сфере. А вот в американских университетах, помимо того, что у тебя должны быть хорошие оценки, да, хорошие результаты, олимпиады и всё такое, у тебя должна быть ещё какая-нибудь что-то вроде нешкольная... Да, у меня школьная... Что можешь рассказать об этом? Ну, тогда приходилось из ничего делать что-то интересное, вот. Я занималась волонтёрством тогда. Так. Вот. В принципе, и для себя, и для университета это помогло. Вот. Про спорт написала, фигурное катание. Фигурное катание. Занималась. Вот. Не помню, про... В школе что-то мы организовывали, тоже про это писала. Ну, вот. Там главное в СС же, как бы, красиво про это написать. Из ничего сделать. Да, что-то... Да. Это вот, это настоящее искусство. Галхар, спасибо тебе огромное. Мне было чрезвычайно интересно узнать. Ты очень интересный человек. Спасибо, что нашло время, чтобы рассказать о себе, рассказать о своём опыте поступления. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо ужасу. Спасибо большое, Галхар. Друзья, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро будет очень много чего интересного. Оставайтесь с нами на одной волне. Только ты делаешь на канал МСДС. Спасибо. Ну, если они увидели весь это видео, они, наверное, заяткрывают канал. Нет, так надо. Спасибо. Канал МСДС.